8 июля 2022. Всем привет, дорогие друзья! Маленький обзор моей теплички. Тут мои перчики. Первые кустики это кокоду. Вот они там цветут, цветочки. Видите, там цветочки, листики здоровые. А здесь уже некоторые плодики завязались. Это уже не кокоду. Вот такие вот перчики. Вот там перчики завязались. Здоровые, хорошие перчики. Ну и цветут помидоры. Так, это у нас кто? Вон завязались уже плодики. Это африканец. Вот где еще африканец? Вот африканец. Хорошие крупные помидоры салатные. Вот они цветут, завязываются. Вон там еще завязи. Вот еще завязи. Ну и сверху продолжают свистеть и завязываться. Это у нас сливовидные помидорчики, баклажанчики. Баклажанчики, кстати, растут средние. Вот, что дальше покажу. Вот целый ряд томатиков. Это у меня тоже сливовидные. Вот еще сливовидные. первые кисти завязались. А вот уже крупные кисти сливовидные. Вон там они завязались. Ну и дальше цветы завязываются и на верхних кистях. Вот так. Томатики громадные уже. Листики здоровые. Вот этот сорт перспектива. Вот так вот он завязался. Так, какие у меня еще чирки. Чирки. Чирки вон нижние завязались. Плодики. И еще завязываются. Вот. Ой. Вот. И вот завязываются чирки. А вот здесь чирка уже где-то я видела красненькую. Сейчас посмотрим. Вот уже видите? Это черненькие чирки. Вот завязывается сорт. Хороший. Очень помидорчик. Посмотрим, как называется сорт. Сорт называется перспектива. И вот еще одна перспектива. Все нижние. Все нижние кисти завязались. И цветут дальше. Еще вот завязываются маленькие. И дальше цветут. Так, этот сорт у нас. Так. Вот томатики. Это, по-моему, по-моему, шоколад. И вот еще сортик шоколад. Вот. А, нет. Это чирка. Вот. И тут томатики завязываются. А, это опять африканец. Вон он громадный. Ну, то есть томатики себя чувствуют хорошо. Я обрабатывала мульти, по листу, мульти микроэлементами. Бор, железо, магний. Ну, 9 элементов, знаете, в эту подкормку. Вот сегодня буду подкармливать еще раз. Борной кислотой обрызгаю. Потому что борной кислоты в этих 9 элементах не так много. Хороший препарат. Но помидоры я не люблю часто опрыскивать, чтобы у меня лист сухой стоял и не заболел. Вот цветение. Видите помидоров? Обильное цветение. И верхние тоже цветут. А здесь уже завязались. Вот они. Крупные, салатные. Вот. Так что сегодня обработаю томатики борной кислотой. Все знают об этой подкормке. Добавлю еще калия фосфора. И обязательно разведу болтушку из доломитовой муки и уксуса. 100 грамм доломитовой муки на 100 грамм уксуса на 10 литров воды. И полью под корень, чтобы добавить кальция. Ну, кальция нужна для построения клеточек в томатиках. Сил в томатику сейчас нужно много. Вот. Поэтому сделаю такое молочко и пролью под корень кальция. И сверху еще замульчирую. Сейчас у меня они активно прополоты и пролиты. Но вот уже обнажились корешки. Потому что земля оседает и оплотняется. Вот. Поэтому сегодня обязательно замульчирую. Так. Ну что. Огурчики у меня поздние в этом году. Вот им не хватает. Я вижу калия по краям. Желтенькие листочки. Потому что пересаживала два раза огурчики. Ну, там огурчик уже цветет. Надеюсь, они догонят. Вроде бы сорта все ранние. Но пересаживала их довольно поздно. Ждала, когда в теплице потеплеет земля. Надо было сажать. Ну, вот цветет. Выращиваю их в один стволик. Убираю все пасынки. Оставляю вот такие огурчики. Ну, все огурчики хорошие сорта. Корнет. Вот. Кстати говоря, усы тоже тратят энергию на усы. Они быстро растут. Поэтому усики лучше тоже все убрать. И вот так я их заплетаю. По часовой стрелке подвеска на шпальверах в тепличке. Вот. Вот еще один цветет огурчик. Вижу там еще один маленький. Ну, вот так. На сегодняшнее число. Июль 22-го года. Томаты стоят высоченные. Посолила, кстати говоря, еще пару огурчиков. Оставалась у меня рассада. Среди перца. Потому что перец, ну, дорастет там сантиметров, может быть, 60-70. А три огурчика. Вот еще один маленький огурчик. Видите? Вот там еще третий. Пойдет вот сюда наверх подвяжу на шпальверах. В нижнем ярусе останутся перцы. А наверх пойдут томатики. Здесь надо будет не томатики, а огурчики. Здесь надо будет нижние листья и завязы все оборвать. Ну, и дальше они выше 70 сантиметров. Я им дам уже завязываться. Ну, что, хорошего лета. Притеняющая сетка у меня всю весну и все лето. Потому что от жары в том числе, как вы знаете, плохо завязываются томаты. Пыльца становятся стерильные. Поэтому я просто эту сетку не снимаю. Вот я ее в начале мая сделала притенение. И даже вот ту западную сторону я периодически притеняю. У меня вот так вот висит сетка на шторке. Сегодня более-менее пасмурный, облачный день. Я ее собрала. А так я могу вот так сделать на прищепчиках. У меня вот притеняющая сетка. Удобная штука. Я считаю, что теплицу надо притенять, потому что тепло в ней сохраняется даже в пасмурный день. А прикрепила я эту сетку очень-очень просто. Сейчас покажу. Прямо вот так по краю теплички. Здесь такие выступят по поликарбонату. И все. И вот так вот прищепочками на всю теплицу сделала притенение. Очень хорошо. Ну и дальше вот чеснок уже, стрелки я вся собрала. Оставила пару стрелок. Вот они. На двух чесночках, когда они выпрямятся и головка начнет растрескиваться, значит чеснок готов. Ну и как всегда между чесноком я сажаю укропчик. Вот он. Чеснок соберу, а укропчик пойдет расти. Вырастет на зонтики, на засолку. Вместе с чесночком для огурчиков. Если вырастут огурчики. Вот. Здесь грядочки я уже закрыла сеткой. Вот видите, эти шмели вылетают и вылетают. Ячейка такая, что смель... Вот он вылетел, да. Но зато мои замечательные дрозды не жрут ягоду. Ягоду. Ягодка уже спеет, там разная. Она под листиками красненькая, красивая. Вот. Ну и вот у меня с кабачками грядка. Тут, наверное, растений 6-8. Это они меня, конечно, завалят кабачками. Вот-вот начнется цветение. Видите, уже они готовятся. Вот. Жирные, здоровенные стволы. Вот тоже там. Скоро будут завязываться и цвести. Ну и я обязательно сделаю кабачковую икру. На зиму оставим. Ну и здесь салатная грядочка. Петрушка. Рукола. Свежие салатики. У меня все любят эти салатики. И буду уже второй раз подсаживать салатики. Вот уже шпинат. Я почти собрала этот. Ушел в стрелку. Буду выдергивать и подсаживать руколу новую. А здесь у меня молодой зеленый базилик. Вот грядочку я уже освободила от шпината. А вот там ягодки. Сейчас я не знаю, увидите. Вот они, под сеточкой ягодки. Ну, хоть как-то я спасаюсь от дроздов. Ну что, хорошего всем урожая. Хорошего лета. Пока еще лето. Небо. Ну, сегодня вот такое перистое облачко. Облачно. Красота. Вот две грядочки у меня с клубникой. Тоже все. Защита от дроздов. Потому что и жимолость они у меня ожирают. Вот там у меня жимолость. И в 4 утра они прилетают и все сжирают. Поэтому я сеточки ставлю. Ну все. Всем хорошего дня. И хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok